Привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня я хочу поговорить с вами об эффективности команды. Вашей команды, которая с вами работает, ну и вас самого. Ну, не секрет, наверное, для тех людей, которые за мной следят, что я успеваю делать всего очень много. Кроме того, что я многозадачный человек в принципе, то есть я могу запросто делать 2-3 дела одновременно, и мне даже сложно делать что-то одно, я плюс ко всему еще умудряюсь выжимать такую многозадачность от своих сотрудников. Ну и вообще делаю всегда всего очень много и развиваю одновременно и много проектов. Ну, в общем-то, иногда кажется, что у нас работает гораздо больше людей, чем это есть на самом деле. И люди очень часто говорят, Оля, ну как ты успеваешь, ну ты же невозможно. Конечно, некоторые даже мои знакомые говорили мне о том, что им меня жалко, потому что я, наверное, так много времени провожу на работе, и вообще вся в работе, но это абсолютно неправда, потому что особенно, наверное, последние годы-полтора я стал работать значительно меньше, физически находясь на работе, а все дело в том, что я наконец-то сумела привести в порядок, в общем-то, и понять, как сделать так, чтобы мы получали те результаты от команды и от себя, которые нам необходимы. И парадоксальность ситуации заключается в том, что практически все люди расходуют на работу одно и то же количество времени. То есть есть какой-то рабочий день, в нашем случае с 10 утра до 7 вечера, когда сотрудники находятся в офисе, один час у нас есть обеда, и все это время мы работаем. Наша компания уникальна в том плане, что у нас действительно все работают. То есть многие люди не приживаются в нашей компании с самого начала, именно потому что, когда они приходят, они ожидают, там, разбалованы особенно большими компаниями, где можно там пойти, покурить, потом там сходить на какую-нибудь там встречу, еще что-то. Вот у нас все очень просто, все находятся в кабинете большом, ну, за исключением вот меня и Сергея, и все работают. У каждого свое рабочее место, каждый смотрит свой компьютер, и все работают. И это для многих людей является очень, ну, таким непривычным моментом. Но опять-таки мы уже говорили о том, что очень часто люди действительно работают, и вы тоже говорите, и мы работаем, мы тоже никуда не ходим, мы тоже не пользуемся там мобильными телефонами, социальными сетями, мы ни на что не отвлекаемся. Но почему же у нас коэффициент, в общем-то, полезный в действии, да, КПИ наш, значительно ниже? Знаете, есть такая удивительная штука, о которой вроде бы все как будто бы знают, но при этом почему-то забывают. Обратите внимание на то, что когда у вас есть четкий план действий, стратегический, причем когда вы точно знаете, какая у вас задача стоит на месяц, хотя бы на ближайший месяц, на два, на три, ну, какая-то, да, сейчас очень тяжело стратегически планировать на 10 лет, и, в общем-то, это в нашей голове не умещается. А вот месяц, два, три вполне умещаются. Когда у нас эти задачи разбиты на неделю, а, соответственно, на день, тогда мы четко знаем, что сегодня мне необходимо выполнить вот это. И поверьте мне, когда перед вами появляется конкретный план, и так происходит каждый день, когда вы ставите себе конкретные задачи и говорите себе, я не сделаю, вернее, не уйду отсюда, пока я этого не сделаю, то это начинает продвигаться. Когда то же самое есть у ваших сотрудников, они не в принципе работают, не в принципе что-то делают, не в принципе отвечают на звонки, а имеют конкретный план с показателями, на который они должны ориентироваться, что им необходимо делать. Каждый сотрудник очень четко знает, в чем измеряется, в общем-то, его эффективность. Кому нужно, вот у нас есть человек, который, например, там, настраивает рекламу, он знает, сколько рекламных компаний он должен настроить, продажник знает, сколько он должен обработать заявок, сделать звонков, отправить писем. Наша Женечка, которая у нас снимает, оператор наш, монтажник, мы с ним обсуждаем, когда он должен стать, какой конкретно проект, какие у нас сроки, что мы снимаем следующее, для того, чтобы он грамотно распределял свое время и четко понимал, что я это от него жду. Очень часто, когда к нам приходили новые люди, они говорили, это невозможно, невозможно в таких сроках работать, но это возможно. Могу сказать, что те люди, которые от нас уходят, частенько выдыхают, потому что действительно темп у нас такой очень сумасшедший, и если людям не нравится так работать, да, как бы, они не получают от этого кайф, как мы, то, конечно же, для них наступает релакс, когда они уходят, но в любом случае, в любой другой компании, они продуктивнее обычных сотрудников пару раз, именно потому, что они уже привыкли работать в темпе, они привыкли, что нужно не просто отсиживать попой на стуле и что-то делать, изображать видимость, хихикать, пить кофе, ходить в туалет, курить или еще что-то, а нужно именно работать. Так вот, моя эффективность, продуктивность, наверное, как раз и заключается в том, что в то время, когда вы сидите и думаете, ну как бы себя начать что-то делать, ну надо же написать план, ну да, я об этом знаю, ну сто раз это слышала, ну это не про меня. Вот в то время, пока вы нудите, в то время, пока вы не знаете, как это сделать, у меня есть четкий план действий, и я просто его выполняю. И я вам хочу сказать, что, а, гораздо больше устаешь тогда, когда ты не знаешь, что делать, б, ты гораздо больше и снова таки устаешь, когда ты сидишь такой в течение дня и думаешь, ну поделать это или нет, у тебя идет такой внутренний расслабон, и тебя начинает вот это все как-то, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. И естественно, что результат месяца, результат недели, результат конкретного дня, он значительно ниже. Поэтому, если вы считаете, что вы чего-то не успеваете, то я вам могу сказать, что вы успеваете сама делать ужасное, вы успеваете сидеть и думать о том, что вы не успеваете, о том, что как же можно так работать, вот выбросите из головы вот эти дурацкие мысли, дайте своим сотрудникам каждому показатель, сколько времени, с чего он должен делать каждый день, обсуждайте с ними проекты, которые вы ведете, вообще разбирайтесь в том, чем занимаются ваши сотрудники или, возможно, какие сотрудники вам нужны, потому что, может быть, вы закопаны во что-то такое, что вас лично очень сильно съедает. И обязательно сами для себя пишите план, что я должен делать в начале, или, вернее, лучше всего в конце недели рабочей, вы должны обязательно знать, какой у вас план на неделю, вы должны знать каждый день, что должно быть сделано для того, чтобы вы дошли до той точки, которая вам необходима. И поверьте, если чувствовать вы себя будете гораздо лучше при этом, потому что каждый день вы будете приходить, не тратить время на какое-то планирование, а четко знать, у меня есть какие-то задачи, классно их выполнять, чувствовать себя просто офигенно в конце рабочего дня, потому что я такой молодец, такой хороший человечек, я так много всего сделал, вот, и естественно, что это будет отражаться на результате, на том, что лежит в вашем кармане, потому что мы не можем считать человека успешным бизнесменом, тогда, когда в его кармане как-то пусто. Поэтому не забывайте, что как бы вы себя не хвалили, ваши друзья вас не хвалили, или кто-нибудь вокруг вас не хвалил, единственным главным критерием, который будет показывать на то, указывать, вернее, на то, насколько вы хороши, является тот кэш, который вы можете потратить на себя. С вами была я, Ольга Ермилова. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на него, немножко раздражайтесь и делайте свой бизнес лучше.